в москве 22 часа студии с новостями евгений яковлев здравствуйте показатели занятости и роззарплат в российской промышленности говорят о том что она набирает ход осваивает новые направления об этом заявил владимир пусин на встрече с руководительным предприятием обработающих промышленности по словам президента в целом ситуацию в этой сфере может назвать устойчивой целом ситуация стабильная устойчивая сохраняется занятость в обрабатывающих отраслях на том же уровне что и 2021 году если что-то не так я вас попрошу вы меня конечно поправьте потому что в этом и цель нашей сегодняшней встречи чтобы я услышал совпадают ли те оценки которые есть у нас с теми которые вы располагаете имея ввиду что у нас в коллективах работы и так занятость сохраняется на уровне 21 года и она составляет порядка 10 миллионов человек это 14 процентов всех занятых в нашей экономике растет заработная плата в мае она более чем на 20 процентов превысила прошлогодний уровень но я так понимаю что это номинал да номинал 69 и 96 вот эти два фактора сохранение занятости и рост заработных плат указывает на то что российская промышленность набирает обороты набирает ход получает заказы осваивать новое направление по итогам первого полугодия рост обработки евросоюз разыгрывает плохую комедию заявляя о прогрессе киева борьбе с коррупцией об этом заявил официальный представитель миды мария захарова в июне еврокомиссия опубликовала предварительный доклад а в ходе выполнения украины необходимых для начала переговоров о вступлении евросоюза условий и в документе говорит что киев достиг некоторого прогресса борьбы с коррупцией украина делает вид что борется с коррупцией брюссель делает вид что верит способность киевского режима рано или поздно положить ей конец говорится в комментарии захаровой опубликованном на сайте министерства она отметила что евросоюз старательно не замечают что владимир зеленский использует борьбу с коррупцией исключительно для нейтрализации своих политических оппонентов и не собирается в действительности принимать меры для борьбы с этой проблемой. Противники канонической Украинской православной церкви построили баррикаду на пути паломников, идущих из Волыни в Почаевскую лавру. Они заблокировали дорогу возле поселка Демидовка, Ровнинской области, с деревянными поддонами. Ровнинская епархия УПЦ сообщает, что исполком поселку Лосовета запретил крестные ходы через территорию Демидовской общины, хотя органы местного самоуправления не имеют таких полномочий. Среди людей, блокировавших дорогу, были священники Росконческой православной церкви Украины и родственники военнослужащих ВСУ. Крестный ход по Чаевскую лавру к празднику Успения Пресвятой Богородицы, который отмечается 28 августа, ежегодно проводится уже около 200 лет. Однако с прошлого года местные власти и сторонники Росконческой ПЦУ пытаются помешать шествию. Это связано с тем, что на Украине поставлена задача полностью запретить каноническую УПЦ. Соответствующий законопроект по поручению президента Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Правоохранительные органы США сдержали американскую военную моряка по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщило Министерство юстиции. Согласно заявлению, 26-летний Тома Жоу, с 21-летним годом, до мая 20-летия, передал китайской разведке военную информацию, фото и видеоматериалы за вознаграждение порядка 15 тысяч долларов. Обвинение утверждает, что моряк украл планы военно-морских учений США в Индокехоокеанском регионе, чертежи радиолокационной системы, данные об охране одной из баз американских ВМС. Жоу предъявлено обвинение в сговоре и получение взятки должностным лицом с максимальным наказанием в виде 20 лет лишения свободы по каждому из двух пунктов. Банк России одобрил официальный логотип цифрового рубля, который будет использоваться в банковских приложениях. Как говорится в сообщении регулятора, он состоит из двух связанных между собой элементов знака рубля и обрамляющей его окружности, которая с одной стороны повторяет форму традиционной монеты, а с другой перепликается с логотипом Банка России. Как пояснили в ЦБ, логотип будет интегрирован в банковские мобильные приложения, через которые пользователи смогут открывать цифровые кошельки и проводить операции с цифровыми рублями. Град, прошедший в Абширонском районе Краснодарского края, по уточненным данным, повредил 236 домов. Об этом сообщили в прислужбе районной администрации. Эпицентр непогоды пришелся на село Черниговске, откуда поступали звонки от граждан о частичном повреждении кровли частных домов и автомобилей градом. Завтра комиссии по оценке ущерба уточнят весь объем повреждений. На Кубани сегодня действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни, усиленнее ветра и град, возможен подъем уровней рек. Погода. Новость последних минут. Президент Владимир Путин и лидеры семьи стран Африки на встрече 28 июля в Санкт-Петербурге договорились о продолжении диалога по африканской мирной инициативе по Украине. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном администрацией президента ЮАРО Сирио Ромапосе. Лидеры договорились продолжать договор об африканской мирной инициативе с тем, чтобы постараться продолжить дорогу к миру, говорится. И о погоде. В Москве завтра ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха плюс 28-30 градусов. Программа «Железная логика». Ее ведущий Сергей Михеев уверен, что вы должны это видеть. Теперь мы не только говорим, но и показываем. Пора посмотреть правде в глаза. Наши видеотрансляции. Зайдите во ВКонтакте или Яндекс.Дзен, или в Рудью. Наберите первые о главном. Вести ФМ. Добро пожаловать в прямой эфир. Смотрите и не забывайте подписываться. В Москве 22 часа 6 минут. Вести ФМ продолжает свой информационный эфир. В студии Екатерина Косинец. Здравствуйте. В этом часе подробности главных событий дня в материалах наших корреспондентов и комментариях экспертов. И начинаем с обстановки в зоне проведения специальной военной операции. В результате наступления на нескольких участках передовой российские подразделения продвинулись вперед и заняли выгодные позиции. Как сообщили в Министерстве обороны, штурмовые отряды из западной группировки войск у населенных пунктов Альшана и Першитравния в Харьковской области и Куземовка в Луганской народной республике. Среди украинских потерь в технике преимущественно западные образцы польского и американского производства. Также уничтожена зенитная установка БУК. С подробностями из Маринки Александр Кацуба. Наши артиллеристы разбивают опорные пункты ВСУ в Маринке. Жители этого населенного пункта боевики давно выгнали, превратив их дома в неприступные крепости. Нам передают координаты, поэтому координатам мы наводимся уже. Командир считает, передает команду. В этом укрепрайонные солдаты ВСУ собрали в кулак большие силы, пытаются атаковать наши позиции и ежедневно обстреливают мирный Донецк из крупнокалиберных пушек. Каждый день уже где-то, наверное, подает их. И больше, даже шесть. Такие приюты. Все здесь ложится, рядом ложится. И через дом, и все по-другому. Последствием массированного обстрела Киевского района разбитые дома, воронки от разлев и осколки повсюду. Такая же картина и в соседних кварталах. Несколько человек ранены. Наш развидывательный беспилотник засек замаскированную огневую точку врага. Каждый выстрел точно в цель. Орудие группировки БЮК бьет по укрепрайону в Маринском направлении. Снаряд через считанные секунды достигает цели. Быстрый как прибежали, навелись, отработали. Поразили, замаскировались, уничтожили артиллерийскую самоходную установку. Стоп густого едкого дыма поднимается над уничтоженной артустановкой противника. В основном работаем по артиллерийским орудиям, контрпатерием борьба. Работаем много и часто, бывает и ночью тоже отрабатываем, как цель приходит. Грузовой автомобиль артиллериста. В войсках его называют «Медведь». Большой, мощный, надежная машина, проходимая. На нем расчет передвигается от позиции к позиции, возит свое орудие. Ну и здесь же живет. Под каждого человека сделана индивидуальная кровать, под каждый рост, скажем так. То есть здесь у нас поменьше живут, здесь побольше. Все нормально, да? Да. Наш бронированный «Медведь» готов к броску на новый огневой рубеж. Ну приедешь на нем, выползает вообще хорошо. Не зря же «Медведь». Этот укрепрайон ВСУ наши бойцы обходят с нескольких сторон. Александр Коцубак, Вести, Маоринское тактическое направление. Сразу несколько украинских беспилотников сбиты над Калужской областью. Об этом сообщают Минобороны России. Такими атаками ВСУ пытаются компенсировать завязшее наступление. Военные в Донецкой Народной Республике сообщают о больших потерях со стороны украинских сил и массовом применении кассетных боеприпасов под Солидаром. Все подробности в материале Александра Ильшевского. Какой на технике? Причелочный. Пошел. Утренняя мгла на позиции под Солидаром. Замаскированный окоп. В нем доброволец казачьего батальона Енисей стреляет из автоматического станкового гранатомета, по готовящимся к атаке украинским подразделениям. Несколько очередей и смена позиции. Отстрелять ленту без таких перебежек проблематично. Как только расчет за месяц скульптора, обозленные штурмовики ВСУ запросят поддержку артиллерии и буквально через несколько минут начнутся прилеты. Добровольцы казаки говорят, что все чаще это оказываются кассетные боеприпасы, которые накрывают сразу целые секторы. Это вторая линия его поддержки. Это вчера ночью прилетело. Кассетные бомбы, запрещающие конвенции. Десять штук одного окопа. Кассетные бомбы. Очень часто. Расистов постоянно кидают. Город Солидар в ДНР был взят российскими бойцами в январе этого года. У него есть стратегическое значение для ВСУ, поскольку до этого он был в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Солидара позволило перерезать прямой путь снабжения и охватить Артемовск с севера. Украина пока не оставляет попыток вернуть город под свой контроль, но взломать оборону не может. На этом, как и на многих других участках, наступление ВСУ завязло. Снижение темпов связывают с большими потерями. Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности руководителя ДНР Янгагин. Самыми горящими точками фронта сейчас является, разумеется, продолжается являться Артемовск. Артемовское направление. Там противник группирует достаточно большие силы и не перестает атаковать. Те самые бои за Клещеевку, Курдюмовку, Андреевку, они до сих пор продолжаются. Дело в том, что эти небольшие населенные пункты являются так называемыми ключами к возможности атаковать сам Артемовск. Многое трудно с наступлением умерло, но мы сейчас не заинтересованы и некоторое время не были заинтересованы в этом наступлении. Потому что нам нужно было как можно больше сократить их противника, как можно больше измотать его ресурсы и, соответственно, сократить парк техники и, собственно говоря, сам личный состав. Обученные натоскими инструкторами и вооруженной западной техникой части стачивают свой потенциал о линию обороны российских войск. Образовавшиеся проверьки украинское командование затыкает нас с собранными частями измобилизованных. Тем, кому удается выжить и попасть в плен, говорят, что обучение и оснащение таких частей оставляет желать лучшего. Пошел на работу, вручили поездку, сказали, что есть информация какого-то, из какого-то числа. Один раз стреляли, один раз потом на все. Остальное на складе работали. Без того, без дронов, без связи плохая. Вообще не было связи. Она упрощена на мясо, без связи, без ничего. Мы пытались выйти на своих командиров, чтобы артиллерия хотя бы прикрыла связи, не было. Мы как-то к своему... У нас даже с своими не было связи. Мы пытались, чтобы наше своими не довезли. ВСУ пытались атаковать на Донецком, Южнодонецком, Купинском и Краснолиманском направлениях. На Донецком направлении подразделения южной группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили 8 атак противника, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Коношенков. На Купинском направлении российские артиллеристы сорвали переброску резервов ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Запад Сергей Зыбинский. В ходе боевых действий на Купинском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск Запад нанес два авиационных удара в районе населенного пункта Берестовое по передовому пункту управления полосе обороны 1-й танковой армии. Противник дважды в течение дня пытался перебросить тактические резервы из состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и 32-й отдельной механизированной бригады на передовые позиции в районе населенных пунктов Берестовое-Новоселовское. Противник своевременно был вскрыт, и артиллерии группировки нанесено упреждающее огневое поражение. Кроме этого, сорвано две контратаки боевиков в районе Леспопов. Общие потери противника составили до взвода живой силы грузовой автомобиль «Урал» и один миномет. ВСУ минирует пяти отходы своих бойцов на тракторе медицинской непрограмме в Донбассе, сообщил подполковник АНР-баста, Антон Мердик. Он утверждает, что при помощи беспилотников района населенного пункта Торска рефектирован пункт специального минирования местности после прохождения механизированных штурмовых групп военностейных украинцев. Мердик уточнит, что минирование ведет как противотанковыми, так и противопехотными минами при помощи универсальных заградителей, без оставления проходов. По сути, это означает, что штурмовые группы отправляются в один конец, без возможности маневра и отступления. Александр Ельшевский, Вести ФМ. По данным Минобороны, с начала года на контракт с вооруженными силами было принято более 230 тысяч человек. Систему отбора на службу по контракту в России удалось успешно адаптировать к условиям специальной военной операции. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектовывания вооруженных сил России. Он подчеркнул, что задача остается прежней, сделать службу по контракту максимально престижной. Для этого за последние месяцы были приняты организационные, экономические, социальные решения, ну и технологические разные. Прежде всего удалось успешно адаптировать систему отбора на службу по контракту к условиям специальной военной операции. Это дает свои результаты. Ну и не менее важно, что удалось существенным образом повысить социальную защищенность военнослужащих и членов их семей. Сегодня для контрактников установлена единовременная выплата, введены кредитные каникулы, обеспечено сохранение на период прохождения военной службы их рабочих мест. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!